Асимметрии работы головного мозга. Вот что это такое. Не хватает там батарейки, чтобы этот ток бегал по головному мозгу. И так, коллеги, шишковидные железа, центральный орган управления нашим организмом, их колоссальную роль играет кремник. И почему я так долго говорю о каком-то кремнии? Как вы думаете? Потому что это один из серьезных химических элементов природного происхождения, который находится в этом соке. И он колоссально имеет большое значение еще для многих других ситуаций. Итак, кремник, поступая в организм, идет в шишковидную железу и обеспечит работу этого самого высокого органа управления нашим организмом. А в крови он что делает? Как вы думаете? Вот мы с вами видим такую картинку, где эритроциты. Видно, да? Они здесь ровненькие, круглые. А теперь давайте возьмем любого из нас и посмотрим под микроскопом кровь. И мы увидим вот такую картинку, которая уже не ровная, не кругленькая. Какие? Склеились между собой, столбики образовались. Либо вот такие большие, отечные, разбухшие, неровные и так далее. Почему они такими стали? Как вы думаете? Почему они склеились? Потому что в них нету заряда на мембране клетки. Уважаемые коллеги, я хотела бы до вас донести очень простые вещи, но они очень важны. Если вы не представляете, насколько важно это все банально, казалось бы, какая-то физика такая примитивная шестого класса. Но она очень важна. Но мы об этом забыли. Врачи забыли, как ни странно, понимаете? Вот берем кровь человека и кашметр его. Но там есть еще приставочка, которая определяет, какой заряд крови, сколько микровольтов он имеет, наша кровь. Как вы думаете, сколько она должна иметь, микровольтов? Минус 70, минус 140. А теперь давайте возьмем всех сидящих здесь, и мы, может быть, 30% найдем, которые имеют минус 70, минус 140. А остальных что будет? А будет минус 30, минус 20, и ноль будет. И что будет с такими клетками, когда здесь будет ноль? Они склеились, и циркуляция крови прекратилась. И вы начинаете сидеть, и уже что? Почему-то спать хочется, потому что это проблема потери отрицательного заряда. Я хотел, чтобы мы с вами понимали, что все очень просто, уважаемые коллеги. Вот. Вот любая клетка. На мембране всегда минус должен быть любой клетки, а внутри должен быть плюс. Тогда разница потенциалов течет электрический ток. Это есть батарейки, это есть любая наша клетка, любого органа, неважно, какого органа. А теперь представьте себе, что минуса нет. Что будет с организмом? Клетка перестает работать, уважаемые коллеги. Вот и все. И все, что она должна поглощать, она не поглощает. Что должна выводить? Нет, выводит. Уважаемые коллеги, это та ситуация, которая сегодня имеет место почти у каждого человека. Потому что потеря отрицательного заряда на мембране клетки, потера ее активности, оболочки, все вопросы решаются. Уважаемые коллеги, в клетке что есть? Оболочка, внутри ядро и всякие отключения. Скажите, в самой главной клетке что? Ядро или оболочка? Многие говорят, ну там же компьютер сидит, управляет всей клеткой. Уважаемые коллеги, оболочка важнее всего, потому что она может пропустить, а может не пропустить. Если она не работает, никакой ядро там работать не будет. Поэтому, уважаемые коллеги, вот наличие отрицательного заряда на поверхности клетки имеет очень большое значение. Поэтому кровь человека какая должна быть? Чистая и должна быть отрицательный заряд. И минус 170, минус 140, мы каждый день должны обеспечивать это все. А теперь давайте поедим колбасы, картошки, мясо и замерим. Вот это отрицательный заряд, сколько у нас будет? Не будет 30 уже, будет плюс 30, как вам нравится? Будет плюс 70, как вам нравится? А вы пейте любое напиток, которое взяли в магазине, любое, не важно, лишь бы был шипучий или какой-то сок. И вы получите такую же картинку, что заряд этих напитков всех плюс 460, плюс 280, плюс 220 и так далее. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, все, что мы с вами пьем и едим, это что? Это полный абсурд, потому что он резко сразу нарушает любые функции в организме человека. Вы были в Китае кто-нибудь? Что они там делают? Что они пьют сначала, прежде чем поесть? Зеленый чай почему-то сначала попили, а потом уже поели. А мы с вами что сделали? Сначала поели, а потом запили этим чаем, разбавили все, что можно. Кто прав, мы или китайцы? Конечно же, мои коллеги, почему мы не учимся за столько лет? Вот ничего новенького, умненького почему-то в них не хотим брать. И так же, мои коллеги, потеря отрицательного заряда имеет большое значение. А теперь давайте посмотрим, а что дает отрицательный заряд на этой мембране где-то? Какой химический элемент? Кремний, совершенно верно. Кремний дает отрицательный заряд. Прийдите в аптеку, скажите, дайте мне кремний. Что вам скажут? Нету такого лекарства. 250 лет медицины существует, а лекарства такого нет. Прийдите в больницу, скажите, сделайте мне анализ на кремний, хватает его или нет? Вам скажут, у нас нет такого анализа на кремний. 250 лет медицины существует, а анализа на кремний нет. И так же, мои коллеги, видите, мы говорим, мы все знаем, мы доказательную медицину сделали. Мы компьютером обладаем, а банальные вещи, которые природа делала тысячелетиями, забыли совершенно. И так же, мои коллеги, организму нужен кремний. А теперь давайте возьмем булыжники и набросаем воду в кремний или какой-то другой камушки. И подождем, когда этот кремний выйдет в воду. Как мы говорим, кремняя вода. Все же сейчас умные, да? Пьем все кремнию в воду, настоя на булыжниках, все. А он почему-то плохо всасывается. Как вы думаете, почему вот этот кремний, который мы пьем в соке или в каком-то другом, и кремний, который мы бросили камушки, почему он так плохо всасывается? Потому что он плохо усваивается. Не может пройти через эту мембранку, он его не пускает, это оболочка. Нам нужно что? Прицепить туда аминокислоту, чтобы она протащила его туда, внутрь клетки. Можем коллеги, вот наличие аминокислоты вместе с кремнием, либо любым другим химическим элементом, увеличив их активность и проникновение внутрь клетки во сколько раз? В 50-80 раз. Как вам нравится? И сегодня это целое новое направление в медицине, уважаемые. Кто пьет аспирин до сих пор сегодня? Многие пьют, да. Берем наш аспирин, и что-то желудок болит, и толку нет. Взяли байеровский аспирин, буквально одну таблетку выпили, все сработало. Чем он отличается? Он же наш усольский, вы знаете об этом? Что немцы берут у нас усольский аспирин, покупают эшелонами, но делают его свой, который в 80-50 раз активнее. Что они делают? Они к этому аспирину цепляют аминокислоту, и она легко проникает внутрь клетки. Видите, как все просто? А вот спросите, почему не могут прицепить, когда все мы знаем? Точно так же не хуже. Вот у нас всегда так все создаем, космический корабль, если элементарно сделать не можем.